Всем снова большой-большой привет, с вами Микл Хиоро и Хигаши, мы продолжаем прохождение такой замечательной игры, как Вечеринка Кровавых Трупов или Корс Пати, Иссыкариот. Это очередное зимотрясение, опять зимотрясение! Что-то бьется, что-то падает. Закончилось? Ты в порядке, нау... Прызраки заставили разделиться, и подруги очень быстро как-то, знаете, стали неподругами. Ну, куда меня не пустят. Ну и хорошо. Надеюсь, Наоми в порядке. А вот так вот. Нет, пол обрушился! Это произошло из-за мотрясения. Я так не могу... Наоми! Блин, это просто жесть. Вот, ну, дуры вы, блин, бабы. Ну, чё вы реально, блин, за какие-то хренатени поругались. Ну, ладно, игра так просто сделала. Мы действительно уже не сможем сделать это дома. Как-то не страшный сон, это происходит на самом деле. Думаю, прежде чем с одной из нас что-то случится. Я должна рассказать ей о своих чувствах. Она что, её любит, что ли? А-а-а... Нет, это действительно никогда не сработает. Как бы я ни пыталась, у меня нет шансов против Мочи Декуда. Она реально, Людианка любит Наоми. Ну, зашибись. Ничёк не изменилось. Я ведь говорила, что пойду с ними. Ну, почему же не оставили одну? О! Мамочка пропала! Мамочка пропала! Папа, я никогда не могу найти маму, а-а-а! А-а-а! Это, видимо, Сейка три года назад. Почему в одиночестве я постоянно начинаю думать о плохом? Ну, наверное, потому что место располагает к тому, чтобы думать о плохом. Ничего там просто нового не будет. Просто прочитав записку, у нас был такой слэшбанк небольшой. Кажется, я слышала, как меня кто-то зовёт. Последовать за голосом. Да? Дурак, может быть. А может быть, это не. Это произошло впервые. Впервые мы так сильно поругались с Наоми. Наоми куда-то бежит. С тех пор, как я осталась с Сейком, мне становится всё страшнее и страшнее. Я чувствую, что в моей голове есть что-то ещё. Как будто я под влиянием чего-то или кого-то. Поддашив душевному расстройству, я обижала всё здание, лихорадочно пытаясь найти Сейка. Я продолжала кричать у Рима снова и снова. И когда я наконец вернулась к чувствам, я осознала, что нахожусь в коридоре третьего этажа. Сейко! Сейко, ты где? Сейко, не оставляй меня здесь одну! Погодите, эта концовка будет такой же, как та в итоге. То же самое, это повторяется, Сейко. Это ты? Или мне не нужно за голосом? Мне не нужно было за голосом идти, ёпп, пирмитый бабай. Стопудово. Не нужно было идти за голосом. Сейко пошла за голосом, а и в итоге, вот что с ней случилось. Ну, та же концовка. Ну, возможно, мы выживем, если только Сейко, может, не знаю. Сейко затихла после странного звука в горле. Она медленно качается на петле из стороны в сторону ствола «тряпичная кукла». Несколько судорог прошло по её телу, после чего она перестала шевелиться. А могли мы её спасти ведром или нет? Вот в чём вопрос. Э? Не-е-е. Ну, опять начинает орать, то есть это повторение того, что было. И сейчас придут эти детишки, то это сто процентов повторение того, что было. Значит, нам нельзя было идти на голос. Для возможности сейчас мы могли её спасти, поставив ведром. О, Сейко! Нет, концовка не та. Я ведь хотела извиниться перед тобой. Всего несколько часов назад я веселилась в школе со своей лучшей подругой. А теперь она прямо перед моими глазами безжизненно висит в петлях. Не могу поверить, что это произошло. Не хочу принимать это. Этого не могло произойти. Продолжение во второй главе. Я не знаю, переигрывать ли или не переигрывать, но... Как бы... Писать вступление во второй главе, ну? Что за вступление? Ой, скорее бы я с этим расправиться. Ненавижу быть дежурной по тренажёрам. Всё из-за этой глупой ученицы, из-за той глупой ученицы. Почему парни из староста не могут позаботиться о черновой работе? Хе-хе-хе, да. Чёртов, Кунишима. Самое тяжёлое, что я как-либо поднимал, это палочки для еды. А он надеется, что я смогу убрать этот тренажёрного коня. О-о-о. Такой симпатичный видок, Наоми. А? Что? О, у тебя потрясающая фигура. Что? Твой куда симпатичней. Я пухлая, как утка. О чём ты говоришь? Ты должна гордиться своими детародными бёдрами? А это значит, что когда ты станешь взрослой, у тебя не будет никаких трудностей при родах? Честно говоря, это было приятно услышать. И, похоже, у тебя действительно уже появилось материнские чувства. Неудивительно, что ты так ладишь с детьми. Однажды я надеюсь проснуться с четырьмя своими ребятишками. Кажется, кому-то, какому-то парню сильно повезло. Что такое? А, вот оно что такое. Нет. Нет. Но ведро мы всё равно бы спасти не могли, скорее всего. Почему я не стал ведро брать, потому что двух личинки, попадая на нас, дают то, что дают. Лава, вторая! Это ведь голос Накашимы-сан? Она кричала. Теперь мы играем за учительницу. Что же мне делать? Я не могу позволить, чтобы с моими учениками что-то случилось. Айюми напугалась очень сильно. Задыхается, давится слезами. Шинозеки-сан, пожалуйста, успокойся. Ну, вы ведь тоже слышали её голос снаружи. Да? Похоже, у неё гипервентиляция. Хотелось бы дать ей бумажный пакет для восстановления дыхания. Тут ничего нет. Можем пытаться восстановить её дыхание, иначе она потеряет сознание. Слишком часто дышит, и слишком много числорода поступает. Поэтому. Шум из коридора, вероятно. Ничей-то крик. Я уверен, что он должен звучать иначе. Может быть, это от ветхого здания. Нужно проверить. Я пойду осмотрюсь, и, возможно, смогу понять, что же это было. Вы двое остаётесь здесь, понятно? Сенсей, подождите, не оставляйте нас! Шинозеки-сан. Сенсей, я присмотрю за Шинозеки. Хм, хорошо. Или лучше я пойду осмотрюсь, а вы останетесь здесь. Ни в коем случае я должен убедиться, что там безопасно. Вы должны остаться здесь. Ну ладно, будьте осторожны. Нееет! Всё будет нормально, эй! Кишинума-кун, рассчитываю на тебя, я скоро вернусь. Хорошо. Почему она называет её Сан? Ну, почему она префикс Визор ввести Сан использует? Потому что она старости, староста класса, из-за этого? Мне действительно страшно. Дрожь не проходит. Я не могу разобраться, что происходит. Голова идёт кругом, я не понимаю ничего. Моё сердце ужасно болит, словно озаледеняло. Я не могу избавиться от головокружения и приступа тошноты. Но стоит мне только представить, что с моими учениками может произойти что-то ужасное. Я чувствую, как меня наполняет вновь обретённая энергия. Которая позволит мне играть роль уравновешенного взрослого. Двадцать три года, какая ты взрослая девочка ещё. Будет важнее, ведь ты учитель. Да уж, ты учитель. Мне жалко эту девчонку, которая повесилась. Реально жалко. Внутри ведра странная застывшая жидкость жёлтого цвета. Я зайду в класс, возможно мы тут что-то не нашли. Вот, например, вот это. Там что-то есть? На полу среди обломков слабый пурпурный свечением поблескает какой-то кристалл. Взять его, да? Мы взяли аметист. Вот видите, мы не зря сюда зашли. Мы нашли аметист. Юи-сенсей. Я думаю, что это на самом деле был чей-то крик. Вы что-то нашли? Да, видимо это какой-то вид кристалла. Похоже на рубины или нет? Это, наверное, аметист. Ты разбираешься в драгоценных камнях? Не совсем. С этим вопросом лучше всего обращаться к Шиназаке. Правда? Да, наверное, мне лучше отдать кристалл ей. Оставить себе. Нет, сейчас не время для подобного. Я действительно думаю, что голос, которому слышен, принадлежит Накашиме. Согласна, я постараюсь найти ее. Но мне нужно, чтобы ты остался Шиназаки-сан. Понял. Я оставил кристалл, потому что, возможно, он защитит меня от зла, не знаю, нашего сенсея. Которая сама еще девочка. Начальная школа Тензин провела для учителей и учеников. В связи с недавними похищениями рекомендуется проявлять осторожность. Все пострадавшие стали жертвами неожиданно. Поэтому оставайтесь все время бдительными. Директор Токамины Янаги-хори. Так. Юсенсейс, надеюсь, Сатоще останется все нормально. Они в порядке, я уверен. А я вот так не очень уверен. Ну ладно. Та же школа, только, видите, другая реальность. Хм, это ключ? Написано кластер, а взять его? Да. А тут мы стоим читать газеты или нет? Если она там же будет. Учителям не разрешено подниматься на третий этаж. Чего? Учителям не разрешено подниматься на третий этаж. Машина, типа, блин, не может пройти из-за этого. Вот это жесть. Ну ладно. Как можно скорее возвращайтесь домой. Те, кто здесь остается, умрут от голода. Что? Я вспомнил. Что мой Моне сейчас один. Бедный котенок. Должно быть, проголодался. Да, уж бедный котенок. 100% проголодался. Ну, пока что нет трупов тут. Полки забиты пугающими локонами человеческих волос. Если присмотреться, то можно заметить огромное количество быстро ползающих насекомых. Жуткое зрелище. Да, уж, это зрелище жуткое. Газета Тензин. Главные новости. Сиренные похищения обернулись убийством. За последний месяц в городе пропало без вести несколько детей. Власти бросили все силы на расследование. И теперь следователи наконец установили местонхождение пропавших детей. Результаты оказались плачевными. Това пропавших детей были обнаружены в здании начальной школы Тензин. 18 сентября 1973 года около 7 часов вечера. В дальнейшем выяснилось, что вместе с ними был обнаружен невменяемый живой учитель. Держащий окровальные ножницы в своих руках. У каждого трупа был удаленный язык. И вещи настолько жестокими, что их невозможно описать. После этого запись обрывается. Не могу найти вторую часть газеты. Это та же газета, но немножко написано чуть-чуть по-другому. Уверена, что я уже слышал эту историю. Правда я и не представлял, что тот цедент был куда ужаснее. Открылась? Ну ладно, выходим. Раз дверта открылась и нас выпустила. Спасибо. Класс 3А, эта дверка теперь открыта. Эй, сенсей, почему же вы одна? Оставили своих учеников в классе 1А и сбежали от них? Я услышала крик своей ученицы, и поэтому отправилась на ее поиски. Понятно. Ну, к сожалению, вы не сможете ее найти. В этой школе множество параллельных миров. Это не единственное альтернативное пространство. Наче говоря, вы находитесь в одной школе, но в разных измерениях. Это означает, что вы никогда не встретитесь. Но если кто-то из вас умрет, то дух может спокойно перемещаться между измерениями. Или, возможно, вы даете другие способы перемещения, как-то делают они. Эээ, кто они? Считайте, что я вас предупредил. Даже если вам удастся найти точное место, откуда она кричала, ее там не будет. Ни вы, ни она ничего не сможете сделать. Ну, я ведь слышала ее. Действительно, я чувствую, что недавно сюда попало несколько детей. Судя по всему, это и есть ваши ученики. Но, как я уже говорил, пространство и течение времени здесь отличается от вам, привычного. Вы говорили, что слышали крик. Ну, мог прозвучать несколько минут назад. Или, к примеру, ты произошел в другом измерении много часов назад. Не исключено, что это эхо из будущего, понимаете? Эээ. Подобное явление происходит довольно часто. Разные меры иногда могут иметь небольшое влияние друг на друга. Это все не имеет значения. Я не могу проигнорировать этот мучительный крик. Уйди с дороги! Блин, а учительница-то смелая, а? Духа прогнала нафиг. Все полки почему-то заполнены острыми предметами. Кухонные ножи, хирургические инструменты, зубила. С таким большим скоплением металлических предметов этот шкаф должен быть очень тяжелый. Ну, да, должен быть очень тяжелый шкаф. Так, давайте в слух первый садимся. Идем дальше. Оба! Че? Позлой дух. Уйди с дороги. Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Землетрясение? А? Самые подлые и мерзкие персоны во всем мире, это учителя. Вы ни о ком не думаете, кроме себя. Вы совсем не беспокоитесь в своих учениках, даже когда не попадаюсь в беду. Вы трясетесь лишь о том, что может понести ответственность. Ооо, как же больно. Вы все одинаковые. Все до последнего. Я больше не собираюсь терпеть эту ложь. Это он сделал. Вы не хотите вмешиваться даже когда знаете, что вашему ученику требуется помощь. И так легко просто махнуть рукой на проблемных детей, которые рано или поздно отчислят. Вы даже не пытаетесь им хоть чем-нибудь помочь. Это не... Я никогда не встречал учителей, заботящихся от учеников. Ни разу. Ты не прав. Всем твоим ученикам суждено умереть от голода. В этом богом забытом месте. Если, конечно, они не совершат суицид, подвергнувшись деспрессии. И нет иного развития событий. Так или иначе, они все здесь погибнут. Так же, как и я когда-то. Я уверен, что перед смертью они даже не вспомнят о тебе. Ты что-то хочешь сказать, сучка? Я обязательно расскажу твоим ученикам, что они погибнут мучительной смертью, как и я. А, спаси... Э, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что? Спаси моих учеников. О чем это ты? Пожалуйста, меня не волнует то, что произойдет со мной. Помоги, прошу моим ребятам. Это не твои дети. Ты не их мать. Зачем ты до сих пор прикидываешь их, что волнуешься за них? Жалко, лгунья. Знаешь что? Чувство боли, которое испытывает человек, когда умирает в этом проклятом месте, никогда не закончится. И я сделаю так, чтобы тебе было как можно больнее. Невосимые, жуткие страдания останутся с тобой во веки веков. Ха-ха. Попроси у меня пощады. Ведь это то, что ты действительно хочешь сейчас. Скажи мне правду, и оставлю тебя в живых. Спаси моих учеников. Разве ты не слышал, что я уже отвечала? Какая же ты упрямая. А-а-а! Как же больно. Похоже, мои ребра сломаны. Такое чувство, что кто-то давит на шкаф с нечеловеческой силой. Я теряю сознание. Ха-ха-ха. Что, больно? О, ёлая бедняжка. Твои челы будут выглядеть так. Же как и у лягушки, которая переехала машина. Ребята. Живите. Я вас всех очень люблю. Такое ощущение, что я, блин, убиваю всех своих, блин, персонажей. Ну, что за хер? А тем временем. Ещё одно землетрясение. Я чувствую, что я всех убью. Ненароком. Кажется, закончилось. Что случилось? У меня плохое предчувствие. Нам нужно найти её и сенсей. А что, если она вернётся после того, как мы уйдём? Мы можем разминуться. Всё равно нужно идти. Ладно, ладно. Но если мы не обнаружим её поблизости, то вернёмся в класс, хорошо? Ха-ха-ха. Тогда давай оставим записку. Шиназаки, у тебя есть что-нибудь? Пишущая. У меня есть ручка. Но нет бумаги. Значит, напишем прямо на учительском столе. Юи-сенсей, мы ушли на ваши поиски. Если вы вернётесь раньше, то подождитесь здесь. Мы вернёмся. Ну как? Слишком коротко. Написано нерашливо. Это ведь твоя затея. Мы обязаны оставить ей сообщение. Ну, вдруг она попала в беду. Ладно, ладно. Только не плачь. Мы найдём её. Блин, я реально... Просто... Не знаю. Я убью всех своих... Всех своих персонажей, которых буду играть. Ну, это уже произойдёт следующая серия. А пока же всем большое спасибо и пока-пока.